Каждый еврей должен сделать свой дом наподобие Бет-Амикдаш. А когда он сделает свой дом наподобие Бет-Амикдаш, вернется нам Бет-Амикдаш, который сегодня его нет с нами. Бет-Амикдаш был сожжен 9 авгу. И он до конца сгорел 10-го авгу. Наши мудрецы думали о том, когда сделать пост о вспоминании сгорения нашего святилища. Когда? Сделать 9-го, когда он начался гореть? Или сделать его 10-го, когда он в общем сгорел? И было суждено сгореть Бет-Амикдаш по поводу наших грехов. И наши мудрецы, они сказали, что это начало сильнее, больнее, чем его конца. Что он когда начался гореть? Это было 9-го авгу. И весь еврейский народ, уже 1930 лет, они скорбят по Бет-Амикдашу. И в этом году мы держим пост в воскресенье. Вот это воскресенье после субботы, это есть День скорби. И это 10-го авгу. А 9-го авгу совмало в субботу, поэтому мы не держим этот пост. Не держим этот пост, потому что этот пост является метрабананом. Наши мудрецы сказали, что держат пост. Есть один пост, который мы держим, если даже падает в субботу, это день Йом-Кипур. А остальные посты, которые мы держим, если они в субботу, все это переносится на воскресенье, как вот это Тиша-Баав совпало с сегодня. Мы сказали, что бом, нам сказали, асу ли негидаш, и шаханти потухам.